Постолимпийское наследие – это не только новые строения, но и все новые клумбы, цветение которых теперь постоянно нужно поддерживать. Во время подготовки к Олимпиаде на озеленение города было выделено 50 миллионов рублей. И не содержать всё это зелёное хозяйство сейчас просто нецелесообразно. Поэтому из перераспределённого 121 миллиона рублей на поддержание города-парка выделено 55 миллионов. На уход за новыми дорогами решено выделить 40 миллионов рублей. А на поддержание коммунальной инфраструктуры всей эмиритинки – 26,6 миллионов. Также в дополнительный бюджет города поступили 41 миллион рублей с краевого бюджета. Эти деньги выделяются на достройку спорткомплекса в Лазаревском районе. Вообще 121 миллион – это начальная сумма. Деньги ещё будут изыскиваться. Этот вопрос сейчас рассматривается в правительстве страны и в крае. Легче содержать с самого начала. Если мы дождёмся и не будем содержать, и потом всё это забьётся, вы понимаете, намного больше придётся тратить денег, времени, трудозатрат для того, чтобы всё это восстановить. Поэтому мы сегодня и решали с тем, чтобы сразу, без перерыва, перейти к поддержанию того хозяйства, которое нам остаётся и которое нам очень нужно. Для минимизации расходов бюджетных средств также решили создать депутатскую группу, на которой будут определены цветники, которые будут поддерживаться в будущем, а также будет рассмотрена суббарь с возможных отделенительных конструкций, в том числе и вертикальных. Ну а чтобы качественно содержать автомобильные дороги, департамент строительства выступил с предложением увеличить источник пополнения дорожного фонда. Резервным источником для пополнения дорожного фонда сейчас у нас здесь в городе может быть арендная плата, повышение процента отчисляемого в дорожный фонд за счёт арендной платы за землю. На предыдущем решении городского собрания было принято 7% отчислений. Сейчас вносится предложение об увеличении до 9,7% от арендной платы за землю. До этого мы записывали как рекомендации, сейчас мы уже включили это в решение, чтобы администрация разработала срочно положение по примыкающих дорогам различных учреждений, предприятий, которые должны содержать и которые бы также частично платили бы за налоги, раз они пользуются этим. Тогда это уменьшит налоговое бремя, поэтому в то же время мы должны получить нужную сумму для того, чтобы содержать наши дороги. Судьба постолимпийского наследия достаточно важная тема, но и насущные вопросы депутаты не оставляют без внимания. К примеру, на особом контроле у народных избранников стоит вопрос строительства детских площадок. Деньги на эти цели выделены. За выполнением графиков следить теперь будет и городское собрание. Согласовали депутаты и безвозмездную передачу в собственность Греческой Республики конструкции олимпийские кольца. В Греции есть традиция собирать образцы пяти колец со всех олимпийских столиц. Самая крупная трехметровая конструкция и отправится в Афинский музей. Ну а на память соочинцам останутся кольца, установленные в администрации города, белые на морпорту и в Олимпийском парке. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.